В Аргентине подходят к концу третьи летние юношеские олимпийские игры. К сожалению, в российскую сборную не вошли атлеты из Ивановской области. Впрочем, это вовсе не означает, что в нашем крае нет молодых спортсменов мирового уровня. Анастасия Носова и Илья Данилов с детства занимаются тэквондо. Свои 17 и 15 лет ребята уже шагнули далеко за пределы всероссийских соревнований. Без грамотных тренеров сложно достичь столь серьезных побед. Во-первых, я так думаю, это очень сильная тренерская команда у нас. И, скажем, отличается не только, что тренера грамотные и сильные, а еще и очень большой дружный коллектив. То есть всегда поддерживают, то есть нет такой, скажем, внутренней конкуренции. Всегда у нас постоянно проходят совместные сборы, общие тренировки, совместные поездки, где практически все тренера России отмечают, что Ивановская команда является одной из самых дружных команд. Анастасия Носова пришла в спорт 9 лет назад. Поначалу было просто интересно, а потом втянулась. На тренировки тратит по 2 часа 4 раза в неделю. Перед соревнованиями приходит в зал каждый день. На сегодняшний момент главное достижение девушки – серебряная медаль на первенстве мира по тэквондо. Чтобы заслужить высокую награду, пришлось отказаться от подростковых развлечений и всецело посвятить себя спорту. Я хотела, конечно, поехать на эту Олимпиаду, но не получилось. Ну, спортсмены российские именно в тэквондо уже все выступили. Я очень рада за ребят, у нас хороший результат. Из 5 человек 4 золота и 1 бронза. Еще один молодой спортсмен, которым Ивановская область может гордиться – Илья Данилов. На первенстве Европы по тэквондо юноша взял золото. Накануне соревнований тренировки порой плавно перетекают из зала домой. Каждую свободную минуту Илья тратит на совершенствование техники. Конечно, чтобы одолеть соперника, нужно быть не только в отличной физической форме, но и морально настроиться на победу. Я на Европе чувствовал себя более легко, потому что до этого я тоже участвовал на примерно таких же соревнованиях. Мы ездили в Грецию. Поэтому мне это как-то легче далось, чем Греция. Ну, перед боем, когда я выхожу, я больше чувствую вот этот экстрим. Ну, прям вот заводит, хочется драться. И прям, ну, ноги поднимаются сами. Сам прыгаю, сам делаю удары. Конечно, ребята немного расстроены, что не получили путевку на юношеские Олимпийские игры в Аргентине. Однако на достигнутом останавливаться не планируют. Через несколько лет постараются войти уже во взрослую сборную и доказать всем, что в Иванове умеют готовить спортсменов мирового класса. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.